Во что превратится самопомощь Верховной Раде, еще даже не зайдя туда? Она теряет волю. О назревающем конфликте мы рассказали вчера, а детальнее сегодня наша Ирина Романова. Фамилия активистки Майдана и одной из основателей воли, Ольги Голобалы, тоже могла бы оказаться в избирательном списке самопомощи. В начале кампании ОВИ-партии подписали меморандум о партнерстве и составили общий список кандидатов. Но Адрия Садовы вычеркнула оттуда Голобалу. Ольга пошла на выборы как мажоритарщик. Партия самопомощь мне лидерскую партию. Ну такая, как сейчас и другие партии. И это партия, где любые неподконтрольные сильные лидеры являются невыгодными. Была неподдержка наших мажоритарников, а по кругу, где шли мажоритарники воли. И наш политический партнер поддерживал там абсолютно других людей. Ну причем иногда людей с абсолютно неадекватной репутацией. Подведя итоги избирательной кампании, воля партнерством самопомощью осталась недовольна. И на внеочередном съезде в воскресенье решила, в парламенте ее депутаты создадут нефракционное объединение. А это до восьми человек вместе с мажоритарщиками. Зъездом рекомендовано им и зобовязано створить межфракционную депутатскую группу, яка не суперечит ни законодавству, ни конституции, ни зобовязаниям наших партийцев вступить в фракцию. И они в фракции 100% будут тех политических партий, по списках, в которых они пришли. Юрий Деревянко тоже прошел в раду от этой партии, но как мажоритарщик. Он один из инициаторов такого объединения, которое категорически не воспринимает его коллега по партии Егор Соболев. Второй номер списка самопомощи. То, что один непорядный представник воли сыграл в группу людей, которые заявили, что мы не будем ходить, мы будем формовать, мы будем сами, ну, это, честно говоря, смешно. Журналисты попрекают Соболева тем, что он давно прекрасно знал, кто есть кто. Полетолог Хосьбандаренко этот конфликт между личностями не считает. Говорит, это знак, что в партии наметился раскол. Рано или поздно начинают выникать в политическом среде вопросов, а где же появляются деньги, кто замовник музыки, кто и куда тянет эту политическую силу, куда эта политическая сила может направиться. Оскільки в самопомощи такая ситуация, что за ней стоит, так скажем, тень не только Андрея Ивановича Садового. Тем более, как уверяют члены воли, объединение с самопомощью было временным только на выборы. Лишь для того считают политологи, чтобы попасть в парламент. Ведь молодая, неразкрученная партия вряд ли могла преодолеть 50-процентный барьер. Можно сказать, и заворотня. Неведомо, какой бы результат был бы в самопомощи, если бы там не были представлены других средств политических партий. Само на этом кумулятивном эффекте был результат. Впрочем, самопомощи от конфликта, который возник в партии «Воля», дистанциируются. Самой волей уверяет, на численности фракции «Самопомощь» их размолвки не отобразятся. Их депутаты тушками не станут. Более того, создадут межфракционную группу, и вот тогда станет понятно, какие интересы они отставят. Ирина Романова, Сергей Ведведь. Подробности в телеканал «Интер».